помогать людям приобретать такие же классные проекты. Так, это мы с вами, друзья, спускаемся в паркинг. Видно, что они с завода, что это они сам делают застройщик. У меня вот здесь только, видите, вопрос как раз к теплоизоляции. Мы будем высаживать рослые деревья. А когда вы будете, то есть, к примеру, если у меня там больше на 6 будет квадратных метров, я не буду. А вы еще и сетку используете, ничего себе. А в дальнейшем плитку не поведет со временем? И чтобы ступеньки строители не запачкали, и везде света есть, красота. Грех его сделать криво. Раз, два и три. Вначале я подумал, что это мрамор. Спокойно можно выступать. Это везде будет? Да. Очень аккуратно сделано. А плитки, понимаю, все до второго этажа, да? То есть, это все на первом этаже в каждой парадке? Угу. Блин, ну слушайте, вот здесь очень красиво смоется. Блин, круто приложил и все. Намного интереснее и красивее. Вне грязи и вообще ничего. Красота и порядок. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. По приглашению компании Унистрой я приехал на их объект в Санкт-Петербурге на набережной. На красивой набережной. Жилой комплект называется Упоинт. Обзор есть полный на моем канале. Ссылку для вашего удобства оставлю в описании к этому видео. И первое, что сделал после знакомства с сотрудниками застройщика. Мне провели технику безопасности. Я расписался за то, что ее прошел. И мы сейчас с вами пойдем на стройку. А перед тем, как пойти на стройки, хочу немножко показать вам офис застройщика. Вот так должен и будет выглядеть жилой комплекс Юпоинт. Обратите внимание, какая красота. Это реально самый красивый макет, который я видел. А за свою жизнь, поверьте, я вижу не первый. Мы в так называемой зеленой зоне застройщика. И здесь на меня одели специальную светоотражающую жилетку. Мы все одели, обратите внимание, каски. А сотрудники компании Унистрой, обратите внимание, все в униформе. Вот это реально круто. И мне чем-то напомнила эта стройплощадка, когда я первый раз был на строительной площадке от Юит. И здесь вот аналогичная красота и порядок. Обратите внимание, здесь большая стойка информация. Все вот разложено по полочкам. Подписаны, я так понимаю, подрядчики, где что. Соответственно, средства защиты. Обратите внимание, какой здесь порядок. Блин, ну вот это реально круто. Образцы стройматериалов, ни грязи, вообще ничего. Штаб строительства, техзаказчиков. Сразу понятно, куда идти, а не как обычно какие-то вагончики строителей, где вообще фиг поймешь кто. Шкаф СИЗ. Здесь, соответственно, каски, жилетки. А, очки. Ну, слушайте. Ну, маски сейчас пока еще не надо. Надеюсь, больше не понадобится. Блин, круто. Поэтому здесь можно ходить абсолютно спокойно и безопасно. Поэтому вы называете это зеленой зоной. Ну, отсюда, кстати, отлично виден фасад. Клинкерная плитка смотрится красиво. И вот, кстати, здесь еще момент. Здесь сверху видна выводы кабеля под подсветку. И обратите внимание, что застройщик просто не раздолбил стену, как это частенько бывает. Вы видите это в моих видео. А здесь, соответственно, вот, например, отсутствует один клинкер. Потом красиво, надеюсь, подрежут и будет все по красоте. В общем, меня строители поправили, друзья. Оказывается, эти выводы, это крепление было лесов. Но, как сказали, мой вариант намного интереснее и красивее. Слушайте, молодцы. Вот честная компания. А могли бы промолчать. Я помню, когда делал обзор на нового застройщика. Называется проект у него Ясноянина. И там такие висели штуки. То ли это были сетки под кондиционер, то ли это были ящики под цветы. Я им задал вопрос в ВКонтакте. И они ответили, что это, типа, для антуража, чтобы лучше воспринимался объект. Думаю, нафига вы просто людей обманываете? Я ж покупаю по картинке. Вижу, что там будут, наверное, по цветы или там под конди, а в итоге ничего не будет. Вот как-то жолят. Это плохо. Друзья, буду снимать практически одним кадром, чтобы не было вопросов того, что, как многие пишут, там, его купил застройщик, он пришел, тут бла-бла-бла. Меня пригласили, потому что я опубликовал пост. И вот мы пришли сюда все внимательно посмотреть. Погнали. А при входе видим железобетонные конструкции. Это для чего у нас? Это декоративные колонны. Это пионы, так называемые, из Санкт-Петербурга. Дома располагаются именно на колоннах. Но в данном случае это является декоративный элемент. Вот здесь вдоль галереи. А, вот здесь, я вижу, для них уже места подготовлены. Будут красивые колонны. Да, да. То есть такой эффект галереи. Очень красивый. Навесное оборудование. Здесь у нас алюминиевый профиль. Allutech нашего производителя, если правильно произношу. И, соответственно, сюда вот стеклопакеты. Двухкамерный, да? Двухкамерный. А утеплитель, получается, в два слоя, да, укладываете? В один свой 150 миллиметров. А, то есть это специально выемка, здесь будут панели, да? Это называется стимолит. То есть пространство, ну, у витража есть две секции. Одно со стеклом, стеклопакетом. Второе, где не стеклопакета, там называется стимолит. Внутри, я понял. А визуально, конечно, мы видим эту стеклянную поверхность и здесь стекло. Ну, оно будет также вровень. Вровень, да, оно затонировано и, соответственно, за стеклом будет утеплитель. Вот, смотрите, кстати, многие застройщики. Уважаемый талон, как нужно проводить коммуникации, чтобы в дальнейшем не было видно, чтобы не было убогих труб, которые идут по всему красивому фасаду. Так, за вами идемте. Какая-то сло, да, есть материал, поменяется на телепарту, не знаю. Угу. Тут я аж вижу три слоя, да, наплавляемые кровли. Это вход в обычный подъезд, правильно? Да, это вход в парадную, он будет безбарьерный. Ну да, понятно, что здесь кровли, здесь дальше еще стальную доделаете. Огромная алюминиевая дверь, черного цвета, очень круто. Здесь практически паркет. Здесь огромная штука вытирать ноги, чтобы грязь уж точно с вас отсыпалась. Слушайте, очень красиво панно. Мне напоминает этот проект от Банавы. Магнифика и Грёна Лунд. Вот, только там вот нет подсветки, вот такой штучки красивый. Вау. Да, это топливый тамбур, где как раз будет... Подпечатку пальца, да? Номерация квартиры. Блин, круто, приложил и все. Понятно, сейчас еще это не... Домофон имеет три степени проникновения. Первое, это подпечатку пальцев. Второе, мы прикладываем в обычную карманную проходку. Третье, это в Face ID. Вот как на проходной, да, у вас работало? Да, да. Если собственник квартиры разрешает разместить свою фотографию в базе данных сервисной компании, которая, соответственно, продолжает эту фотографию... А кто производитель этих панелей? Третье. Это наши? Или зарубежные партнеры? Нет. Ладно, загуглим. Шесть этажей, есть указатель этажности и на каком этаже находится какая квартира. Очень круто, когда у тебя на этаже ты один. Плитка. Очень красиво смотрится. Крупноформатная. На потолке, друзья, обратите внимание, ламеля черного цвета. Потолок весь черный, просветов нигде не видно. И красиво смотрятся вот эти светильники. Я помню, снимал дом на Васильевском. И они такие очень сильно выпирались с потолка. И по мне как-то такой диссонанс был. А вот здесь они такие коротенькие, смотрятся реально круто. Блин, ну слушайте, вот здесь очень красиво смотрится. Вот с этой подсветкой. Она еще на камере такого желтого цвета. Смотрите, как смотрится. То есть на экране она намного красивее смотрится, чем здесь живую. Декоративное деревце. Ну вот так будет во всех подъездах, да? И они примерно одной и той же формы будут. Это примерно. Наполнение будет, возможно, в каких-то парадах меняться. Потому что здесь может быть добавится еще одно кресло. Где-то будут быть диванчики. Возможно, мы поставим торшеры. Мы улучшаем проект, поэтому к моменту уже завершения вы сможете, например, обзор снять, прийти к нам в гости. По ящичкам тоже будут меняться. Это все приблизительно. Потому что это... То есть вы еще выбираете, да? Не то, что мы выбираем. Они будут более современные. То есть там открытие через ключ. Магнитный. Да, электронный. Круто. Но такие, кстати, я скажу, они... Ну, то есть, не сказать, что они какие-то супер-пупер, но зато сразу видно, пришло тебе что-то или нет. Да, замачков не будет. Вы подходите, прислоняете. Ну, вот это классно, да. Свою меточку и открывается именно ваша квартира. А, то есть один, получается, ключ ты приложил, как в камере выдачи обычно. Да, да. Также будет пункт сбора амкулатуры, если что-то не нужно. Будет в меточках сбор батареек. Ну, то есть это все на первом этаже в каждой парадной. Угу. Также в каждой парадной и колясочной помещении здесь можно оставлять велосипеды, какой-то спортинвентарь в виде мячей. Ну, да-да, как раз сетка под него видна. Да. Это под велотранспорт, да, я так понимаю? Да. Коляски, тюбинги, ну, все что угодно. Зайти можно же, да? Конечно. Блин, друзья, смотрите, круто. Вот только включал уже сетки. Угу. Камера на движение. Датчик на движение. Блин, слушайте, очень круто. И самое классное, что здесь все реально отмыто, везде чисто. Углы мне очень нравятся. То, что вот здесь вот этот уголок черный, и там тоже и смотрится красиво. А то у некоторых бывает так предку подрезает, что такое уродство. Мы выбрали единую стилистику. Да, единую стилистику, графит. Угу. Профиль. По двери. Да, ранки, уголки, купоны. Здесь управляющая компания ваша будет. Территория комфорта. Угу. О, зеркало. Класс. Слушайте, даже лючок черный окрасили красивенько. Так, это, пока только я понимаю, в дальнейшем будут же, да, указатели, где что находится? Где лифт, колясочный, чтобы понимать, когда люди будут заходить. Ну, вот только табличка на эвакуационных выходах. Так, это вот. Такого я понимаю. Сказать или не будет. Колясочная. Жильцовка. Зашел. Ну, ее, да, когда заходишь, прямо сразу видно. Тут, соответственно, тоже есть название застройщика вы не строите, что это вы на первом этаже. Даже если будешь в пьяном виде, то точно будешь понимать, очень красиво смотрится. Лифт опускается в партнер, поэтому, конечно, жильцовка. Это бронзовый, наверное, да, цвет, наверное, так его можно назвать или... К меди. К меди. Я вот такой первый раз вижу. Иногда, знаете, делают серебристые. Тут недавно видела зачерненный. Металл очень круто смоется. А вот это, конечно, наверное, самые красивые двери, что я пока что видел. Не считая таких зачерненных. И красиво смоется бромление. Если вот так везде все будет сделано аккуратно, то это будет, наверное, самый аккуратный комплекс в Санкт-Петербурге, который я видел. Это наши стандарты. А куда дальше? Мы пройдем по лестничному наружу, поскольку двери еще не подключены. Ну, понятно, да. Комплекс не сдам. Так, это доска магнитная, да? Это доска временная пока закрытая. А, я понял. Потому что технологическое отверстие, а потом оно будет закрыто постоянно. В процессе прокладки коммуникации после завершения. На ступенях плитка. Здесь тоже крупноформатная плитка. Точно такую же, какую мы видели с вами при входе, в холле. Большие алюминиевые окна. А плитки, понимая все, до второго этажа, а дальше плитки уже не будет на лестничных маршах. Лестничный марш, да. Вид до второго этажа. Ну, в пролетах вот мы тоже видим. И... Ну, в основном все же пользуются лифтами. Ну, да. Лестничный марш, мне кажется. Слушайте, очень классно. Мне нравится, что перила яркого цвета. Если вдруг, не дай бог, ЧП, то сразу будешь видеть, за что держаться. Цвет отсылка к лепоингу. Большая, большая алюминиевая дверь, большое количество стекла. Красиво. Декоративная штукатурка. Обращаю внимание, как я это называю, забрало выглядит. Очень аккуратно сделано. Не докопаешься. Нумерация квартир. Звонки. Мне нравится, кстати, что звонки на низком уровне. Я считаю это очень комфортно, когда есть маленькие дети. Они пришли, позвонили. Вау. Так, здесь что-то у вас, я так понимаю... Электронный замок, понятно. Электронный замок имеет следующие опции... Да. Сразу про квартиру, которую мы можем использовать. Рассказывай, Леонид Ильич. Три способа. Так, данный электронный замок имеет следующие опции доступа. Первый, это подпечатку пальцев. Круто. Мы отпечатки пальцев вне системе, поэтому используем второй доступ. Это набирание, набирание кода. В общем, надо еще знать английский, чтобы проходить. Третий способ проникновения в квартиру, это прикладываем метку считыватель. Угу. Вот как раз место для прикладывания метки. Угу. И четвертый способ стандартный, который мы все знаем, это механический ключ. Да ломайте, не переживайте. Ломать не надо? А, тут все аккуратно. Да. То есть, если вдруг нет электричества... Хорошо. А, он на батарейках. Батарейки внутри вы там получаете. Батарейки внутри, как только батарейки начинают разряжаться, он начинает информировать по приложению собственника, либо давать звуковой сигнал на протяжении там за два месяца. Ого. То есть, в принципе, собственник квартиры... В общем, за два месяца точно ты успеешь купить батарейки. Да, да. Ну и здесь вот, если механическим ключом можно будет произвести открывание. Угу. Слушайте, класс. Это везде будет? Да. Везде, да. Круто. А, то есть еще и по-русски будут разговаривать. Угу. Еще момент. Допустим, к вам, вы где-то находитесь, к вам пришла служба клиника, а у вас, вы не успели передать ключ, что вы делаете? СМС отправляете человеку код, попадаете в квартиру. То есть, такой одноразовый код? Да. Одноразовый код? Одноразовый код. В таком виде вы сдаете квартиру? Не, красивый, да. Такой звук, ненапряженный. Да, у нас также система контроля параллельно в домофоне. Это монитор. На первый этаж подошел к вам гостью, либо знакомый, либо курьер. Нажимая на домофоне номер вашей квартиры, здесь появляется видеоизображение. Кто к вам пришел? Угу. Дверь такие приличные. Два контура уплотнителя, причем они такие ступенькой идут, и должно быть вообще тихо, ничего не продувать. Мы можем проверить, мы уже с клиентами экспериментируем. Не-не, а я вижу, вот у меня просто тоже двухконтурная, и я вот реально, у меня соседка на каблуках ходит, я вообще никогда ее не слышал в жизни. Даже вот ночью, если кто-то приходит, вообще не слышно. У меня собака лает, ее никто не слышит. А здесь у нас автоматы. Верно, это квартирный щиток с автоматами. Рядом будет установлен еще один щит, мы его называем «Умный дом». Это как раз таки, там будут установлены контроллеры, которые управляют автоматами электроснабжения и электросвещения всей квартиры. То есть можно будет удаленно через приложение гаджета отключить тот или иной автомат, чтобы обезопасить себя, в квартиру, допустим, забыли утюгу включить. Зашли в приложение, отключили автомат. Забыли свет отключить, зашли в приложение, отключили группу автоматов. Или на пару. Допустим, приходите, там за 30 минут можно включить кондиционер, набираете там опцию и автомат поднимается и запускается. Это получается все через одно приложение можно делать, да? Да, все через одно приложение. Я люблю всякие такие штуки, это очень удобно, кстати. Так, ну в общем получается обычная квартира с необычной квартирой, друзья. Здесь окна деревянные, да? Нет. Окна, пластик, теканик, двойнястиклопакет, шестикамерный профиль. А, это пластик такой? Да. Слушайте, у меня вообще такое, если бы сказали, что дерево, я бы вот не сказал бы, что это пластик. Террасу вот так, это просто сплит, вот так и будете сдавать ее. Слушайте, круто, что не нужно собственнику что-то умудрить. А я вижу, да, здесь планка дополнительная. Конечно, планку можно убрать, открывание происходит легко и сломать. Да-да-да, я понял, да-да. Напольные конвекторы. Внутри полные конвекторы. А, внутри полные, да-да-да. И отопительным прибором, и ступенькой для того, чтобы... Да, то есть они усилены, ничего себе. Спокойно можно выступать. Спокойно. Слушайте, класс. Ну, тут понятно. А вот это как раз выводы освещения, о котором мы говорили. То есть у нас каждая терраса имеет свое фасадное освещение. Соответственно, собственник квартиры захотел, включил у себя фасадное освещение. Светильники вы тоже сами ставите сюда. Слушайте, ну вид-то неплохой, кстати, я вам скажу. Достаточно неплохой. Но это терраса еще, я вам скажу. Большая терраса. У кого-то квартира меньше, чем эта терраса. Здесь можно устроить такой свой уютный уголок. Я иногда подсказываю покупателю, что, уважаемые покупатели, если вдруг вы станете счастливым обладателем данной большой террасы, то вы можете разместить 6 игровых мини-полей для игры в гольф. И устраивать турнир во всем живом комплексе. Да, главное окна себе не разбить. А там же аккуратненько. Это же мини-полей. Да, мини-полей. Ну, соответственно, сверху нельзя никакого там делать крыши, никакого. Вот как сдали, так все соответственно и больше ничего не трогаем. Поставить сюда какую-то мебель и сидеть просто отдыхать. Шашлык здесь можно приготовить или нет? Мебель, озеленение. По поводу приготовления мяса либо рыбы. Ну, электрогрин в принципе возможен. То есть самое главное, чтобы не было углей. Чтобы соседи не жаловались на вкусный аромат. Да, да. Но опять же нужно будет согласовывать с сервисной компанией. Слушайте, красиво очень. Можно я здесь останусь? Пожалуйста. Вы можете к нам приходить в гости на чай. Ну, вот гости, я-то думаю, здесь жить будет. Ну, ладно. Противнимание, также у нас лотки с греющим кабелем. Да, ну, как раз для отвода воды. Да, для отвода воды, таяния снега, все с греющим кабелем. Его включает он отдельно, либо он при минусовой, отдельно сам включает? Да, при желании. То есть в зимний период можно внести снег в эту сторону, он плавится и истекает по водостопу. Угу. Круто. Все, пойдем вовнутрь. Тут смотреть тоже больше нечего. И мы можем спросить сервисную компанию, обслуживать террасу. Угу. Слушайте, ну, кстати, классно, да, получается, вот он здесь в такой виде ступеньки. А здесь вот он уже как раз под, я так понимаю, уже напольное покрытие сделан. Подоконники тоже везде будут? Да. Подоконники какие везде будут? Да. Вначале я подумал, что это мрамор. Красиво. Это кухня-гостиная. Здесь у нас подведена уже будет вода и питьевая вода. Плюс, вот как раз здесь видно, датчики в каждой мокрой зоне. Датчик, да, да. В каждой мокрой зоне. Санузбые, охранная зона. То есть не только провода, но и также сам датчик везде будет? Сам датчик будет установлен. Также обратите внимание, что сам датчик, когда распознаёт жидкость, то он подаёт сигнал в коллекторный шкаф и в коллекторе происходит закрытие ароматуры. Угу. Угу. Эти, предусмотрены в каждой квартире. Ну сигнал проходит в диспетчерскую. Да, сигнал проходит в диспетчерскую. То есть информир説ару в официальной квартире, информирован сразу характеристикю сирвистной компанией. И перекрыта вода во избежаниетофила. Перекрывается вода в коллекторном шкафе. Круто! Так, Вы сказали, что здесь, третий получается вывод, у нас 5 час. Это у нас питьевая вода. Как биться? Горячая питьевая. Дополнительная питьевая вода. Как она фильтруется дополнительно? это дополнительный фильтр будет поставить пока его еще нет этого до оборудования ну как холодную воду по цене холодной воды по отделке получается штукатурите стены и штукатурите потолки по потолкам будет затирка шва на потолке штукатурка стен ровный пол стяжка по поводу финишной шпатлевки это самостоятельно собственно по отделке что вся электрика проведена розетки и выключатели все будет установлено причем обратите внимание они очень хорошо установлены есть под потолком есть также поддуховой шкаф отдельный вывод большое количество именно розетковых выключателей под кондиционер тоже в отделку входит дверь которую мы с вами уже увидели входную система допуска вот эта ручка дорогущая радио отопления регулируемые то есть под себя можно будет настраивать температуру в квартире в основном они идут настенные ну вот у соседней комнаты сейчас увидим частично так понимаю перегородки за скотцы камня комната тут у нас он напольный здесь у нас он так немножечко торчит это единственное где можно встретить именно такого формата радиатора это выход на ложе либо балкон почему он не возле стены точнее не на стену да потому что съедается пространство а здесь можно хорошо поставить например какой-то пух либо комод в этой части и радиатор совершенно не будет мешать ну а шторами мы его прикрываем ну вот там да кстати красиво подводка сделано что она ну такая дорогостоящая не просто обычная пластиковая труба идет а здесь тоже а это получается ничего себе это вот до сюда терраса идет слушайте круто и здесь еще балкончик а отделка балконов что здесь плитка будет вот такая же да керамическая маяки вот почему она такая ровная круто это не только этот шоу-рум везде везде маяки ванная с окном у меня вот всегда была мечта это комната с двумя окнами минимум и ванная с окном здесь она есть высокая здесь пленку какую-то будете клеить или уже дальше собственники сами как-то будут это декорировать здесь мы видим с вами тоже датчик протечек радиатор потому что у нас это понимаю окно чтобы тепло здесь было кстати ваня когда радиатор это классно потому что здесь прям можно и белье сушить будет все быстро высыхать винт короб ну еще у нас одна получается большая комната если было бы белое конечно здесь света было бы больше достаточно большая комната здесь можно сделать спальнющий кабинет в этой части гардероб кабинет очень простой да он там спокойно уберет это кстати очень классно потому что обычно когда не со стены фасадной выходит подводка к радиатору то соответственно во первых инопольное покрытие тяжелее укладывать мне каждый строитель к сожалению может нормально вырезать отверстие ну и соответственно да как правильно сказали для уборки это реально круто ну сам радиатор такой тоненький нормально красиво смоется блин реально пластик такое ощущение что дерево ну работает хорошо раз два и три шумоизоляция шикарная а там вообще ничего не слышно сейчас было да не вообще ничего не слышно во первых да это роль уплотнителя и хорошо настроены окна даже у вас я скажу что откусы круто сделано все сделано что принципе тебе только строитель пришел отшпаклевал стены а я бы даже не шпаклевал опус окрасил бы и забыл бы про это все если декоративная штукатурка будет конечно можно сразу наносить не можно вообще сразу украсить окрасил и все нормально и наоборот когда кстати когда вот такие немножечко будут из-за штукатурки такие немножко перепады на окраске это будет смотреться более мне кажется интересно чем просто ровно ну наверно классно как будто просто финишное покрытие светильник повесить и дополнительно разместить ну да 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 вот как раз за вот такой немножечко шероховатость здесь он более такой гладкий и когда окрасишь это будет еще и на краске дублироваться и я полагаю это будет красиво смотреться из других квартир у него глинцовка то есть она уже вообще не можно сказать не шкунь но мы еще можем вот квартира вот у нас здесь на этаже есть там нашу которая тоже где можно посмотреть там стены с глинцовкой давайте посмотрим ну и собственно говоря по фасадам хотели добавить да 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 пойдемте Петр Стоиславович директор генеральный директор компании который выполняет отдел фасадов у нас в принципе он может более подробно квалифицированно объяснить что к чему и где какие материалы применяются что выводит в конечном итоге здесь расскажут или где давайте пойдемте тогда квартиру посмотрим угу так а здесь как раз вот эта штукатурка про которую вы сказали это тетка с мокрой губкой у нас есть в зависимости от плотности покрытия но здесь уже нет следов вот этих вот отшкопки то есть ну по большому счету можно да это можно пожелание просто покрасить слушайте вообще просто ровно я я еще ровнее стены мне кажется не видел банава может быть и все потому что там гипсокартон грех его сделать криво слушайте круто у меня штукатурка реально такая классная ну не знаю если бы я себе бы ее приобрел бы я бы даже не заморачивался на кресле бы и все потому что быстрее заедешь и начнешь жить а шумоозоляция какая то есть под стяжкой какая стенофон а плотность сейчас не скажу вот не помню честно говоря не могу все помнить не ну хорошо хоть не пять у нас было пять мы поменяли на девять то есть изначально сначала было заброшено пять потом все таки а вот здесь для чего коробки что там будет распределительная коробка векторку здесь у нас распределительная коробка под освещение санузла под подлодкой вентилятора санузла и везде цветы есть красота а ну вот вижу да кабели вентилятор освещение здесь я тебе обратил внимание совсем небольшой перепад ну это положено да но я бы себе делал бы ровно потому что когда маленькие дети периодически бывает что они спотыкаются ну это да норматив есть да 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 я понимаю что и вот это кстати тоже друзья очень немаловажный момент потому что многие сейчас говорят что вот у нас система там против протечек а в итоге ты приходишь и ты должен сам купить датчики подключить купить какой-то блок управления всем этим и думаешь блин круто купил квартиру и сиди еще кучу денег трать и сам выдумывай делай вот этот умный дом покупай датчики выбирай какие-то различные системы тут пришел у тебя уже все готово ну это реально здорово друзья поднимаемся на самый верх здесь еще идут строительные работы и что я первое заметил вот эта лестница смотрите из нюансов она реально смотрится красиво они уродство как обычно делают и чтобы ступеньки строители не запачкали закрыто специальным материалом это шум изоляция же ваша и пленкой вот просто и со вкусом вот здесь у нас вид получается во двор здесь не во двор здесь получается на школу не надо сюда вид нормально ну вот отсюда вид конечно классно это то что я так понимаю это я увидел тогда когда заезжал и на бенуа это уже заменили да получается участок поврежденный заменили дождями размы собрали а еще смотрю и кровли сверху приложили чтобы не затекало ничего здесь участками замена происходит из-за того что с дождями и ветром ну понятно да утеплитель то быстро умирает от этого работа утеплитель был поврежден соответственно его надо участками менять зачеканивать и так далее здесь у нас вентилируемый навесной фасад не штукатурка никакая не плитка будут панелями ставится под система направляющие ну наверное примерно представляете вот так вот видно да вот под ним их уже держатель его смонтирован в принципе другая вата совершенно не такая как у нас здесь же тоже терраса терраса у людей правильно я понимаю начало это гидроизоляция сделано такая что уже точно как на кровле что ничего не протечет соответственно специальная подложка и вот щебень до плитки получать и засыпанный то есть там не пустота а для чего щебень засыпаете щебень для плитки чтобы дренировала вода то есть кровля имеет уклон для того чтобы уклон на плитке не был виден мы сначала щебнем выравниваем не но плитка же у вас не на гравии лежит она же на каком-то креплении специальном на щебне да просто чтобы вода дренировала не было никаких ну я понял да 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 а в дальнейшем плитку не поведет со временем ну стараемся сделать так чтобы не повело ну поднять по максимуму ну естественно механическими способами невозможно вручную это все плотняется так дальше куда идем какая единственная давайте в авторную вот так вот сюда вот это уже один из моментов когда можно посмотреть какие зазоры периодически вижу зазоры по 10-15-20 см особенно в окнах это конечно жесть а здесь они сколько тут нужно до двух с половиной сантиметров и красивая плиточка это у нас предпоследний получается этаж да предпоследний этаж 190 метров квадратной площади так а вот здесь как раз коллекторный получается это на отопление трубы да водоснабжение водоснабжение Ух ты! Закладные, да, сразу монолитное перекрытие. Вы еще и сетку используете, ничего себе! Перемычки из бетона, круто! В общем, друзья, есть такая штука, что очень часто застройщики используют перемычки из металла. То есть это проще дешевле, но первое, металл ржавеет, и у него характеристики совсем другие, нежели чем у того же камня. Поэтому я всегда сторонник, чтобы делалось все из одного и того же материала. В дальнейшем будет минимум трещин и каких-нибудь, может быть, негативных последствий. Слушайте, классно! Здесь получается она здоровая, окна открыл, даже кондиционер не нужен, будет все продувать. Слушайте, ну вот с этого литера очень красивый вид. Классный вид такой получается на него, очень красиво. Мне нравится, что у вас окна практически в пол. Кстати, очень удобно, что они не до самого низа окна идут, потому что многие хотят окна прямо в пол, чтобы были. Но, друзья, когда ты занимаешься уборкой, или кто-то у вас занимается уборкой, стекла будут постоянно запачкываться, и придется их оттирать. Это у нас кухня? Кухня. Кухня. Комната просто с технологией технологии. Всегда измеряю высоту потолка. Высота потолка у нас, друзья, от стяжки 2,75. Это у нас предпоследний этаж. А сколько заявлено? 84. 84. Плюс сантиметра. Доплачивать придется собственникам за высоту? У нас будет можно дать. У нас нет. Вообще мы лояльная компания. Если где-то отклонения есть, которые прописаны, опять же, в договоре для него в участии, то мы не взимаем за прибыль 3. Не, ну это у всех в договоре там плюс-минус метр, кто-то 3 прописывает. Да, ну вот я просто и говорила, мы лояльная компания, мы не взимаем с собственников потом денежные средства за увеличение. То есть, к примеру, если у меня там больше на 6 будет квадратных метров, я не буду доплачивать. Вот это круто. Да, отсюда вид классный. А соседнего лидера, что мы будем видеть, что будут люди видеть? Из соседнего... Ну вот, который, получается, ближе примыкает к зданиям соседям. Второй блок-секции есть? Мы туда сможем пройти, показать вид? Я сомневаюсь, кто у нас. Да, нет. Второй этаж, у нас же, по-моему, там штукатурка идет и заливка пола. Ой, вторая секция. Вторая секция сейчас, заливка пола. Туда уже не пройдем, все, я понял. Да, туда не пройдем. Но вторую секцию, наверное, можно подняться на террасу. А там вид, собственно, Гая, вот, все, что возможно. То, что не открывается за этим домом, все остальное вид на террасу. Терраса тоже, с девятого этажа. Что касается окон, находящих окна, выходят на Большевокненский проспект. Соответственно, наверху очень интересный вид. Видно крыши всех этих домов. То есть можно даже прогулку не устраивать по крышам, как бы на все этажы делать. Не, ну это обычно по Невскому там ходит. Настоящий вид Петербурга. Видно крыши, да. Потому что Тимоналит красивый, цвет красивый. Они, как обычный прихожий, они такой слышны. Разная плотность, где-то он тут потемнее, где-то посветлей. Так, куда дальше? Я думаю, еще молодой человек спешит, который нам должен рассказать. Нет? Нет, все в порядке? Это часть третьей комнатной квартиры. Мы можем его отсюда, конечно, посмотреть? Да, давайте пройдемся, конечно, раз мы здесь. Да. Здесь третья комната. Ну, две мы уже посмотрели. Это тоже вот радиатор на стене. А, кермерадиатор хороший, кстати. Подоконники 60 сантиметров под фолом. Здесь еще три комнаты. Окно у нас увеличенное. Света, соответственно, много. Здесь обычное. И здесь, смотрите, друзья, какой есть нюанс. Когда вы будете монтировать, там будет мастер-дверь, то вот сюда нормально встанет наличник, потому что вот есть вот такой кусочек стены здесь. Соответственно, здесь встанет он тоже, потому что здесь застройщик об этом подумал. И здесь аналогичная ситуация. Вот видите, вот из-за этого маленького кусочка, которого обычно не хватает, нормально станет наличник. Санузел еще один. И комната. Здесь, получается, мы видим соседнее как раз здание и окна на Бенуах. В Бенуах, да. А что вот с этим одноэтажным домом будет, который там уже весь порос деревьями? На самом деле это здание признано памятником архитектуры. На сегодняшний день, наверное, затруднюсь ответить, что будет с ним в последующем. То есть это не ваше, вас не обязали там с ним что-то сделать? Это городу остается, да? Да. Но в той части мы будем высаживать рослые деревья, вот по забору, где мы видим. И поэтому визуально мы как бы от него будем отклоняться. Ну, чтобы покрасивее было. Да, да. Вот именно в той части, где у нас проходит забор, там будут высажены рослые деревья, разномастные ивы, рябины, кусты серии. Вот. И, соответственно, вид будет очень красивый. То есть у нас именно двор паркует, он очень будет озелененный. Там, где паркинг, естественно, это будут больше кустов, какие-то цветы разнообразные. Вот. А в той части, да, большие красивые деревья. Если вы узнаете в конце года, как вы будете зимой деревья высаживать? У нас передача ключей идет второй квартал 2024 года, июнь. А, то есть вы, соответственно, уже весной высадите это все? Примен будет. Куда дальше идем? Волон пойдемте. Пойдемте. У меня, например, не напрягает, расстояние достаточно большое даже. Вот здесь, скажем, вот такой в мини-дворе. И плюс она не замкнутая территория, получается. Виды на Биоан, на соседние, на Биоан, на соседние здания. Она очень красиво смоется, очень красиво смоется в кирпич. И в той части. Вот у меня вот здесь только, видите, вопрос как раз к теплоизоляции. Вот здесь я вижу щель, там вижу щель. То есть, ну, вот как-то плиты не очень плотно поставили. А это же в дальнейшем будет в мостике холда. Вот здесь такое ощущение, что там куска не хватает. Он вообще, в принципе, должен по технологии быть целый. Обратите внимание, что она еще не задюбелирована. То есть, работы по утеплению пока не завершены. Работали здесь на люльках. Была необходимость их демонтировать, потому что завершались работы по кровле. Поэтому работы были время переостановлены. Сейчас работы завершили по кровле сверху и здесь. Сейчас будут сформироваться леса. Все, что сделано, не доделано. Все будет исправлено, подправлено, задюбелировано. Работа перед тем, как наносить армирующий слой, предъявленный нам, как генподрядчику. Несколько, как защитить технозору. То есть, у нас не начинается следующий этап, пока не предъявлен. Ну, завершен. Пока, в общем, не предъявлены предыдущие. Еще у меня вопрос по ливневке с лоджией. Это трубы, как они просто вот так же и будут в дальнейшем с фасады торчать? Обратите внимание, по тому же принципу, как это сделано. Система наружного водоступления. Это, собственно говоря, если сильный, как косой дождь какой-то, вот туда вот сколько мы работаем, по минимуму вода вообще практически не попадает. У меня просто такое ощущение, что туда просто попадает не за тонну воды, чтобы она выходила. Еще на этих балконах будет декоративная кладка из кирпича. Ну, я понимаю, да, что она будет не такая длинная, а будет короче. Да-да-да-да-да. Понятно, что если здесь... Вот этой вот трубы, перекрытой утеплителем, по нему будет уложен так же... Так же 15 сантиметров. Да-да-да. И, соответственно, нет, не 15 сантиметров. На балконе толщина утепления будет меньше, потому что балконы холодные, но для выведения плоскости в единую плоскость и для выравнивания плоскости, скажем так. Да, исключение промерзания и балконов именно. У нас смотрен термовкладыши в монолитных конструкциях, которые исключают мостик холода. Поэтому... Ну, они там везде сейчас у всех. Утепление, да, предусмотрено только там. В смысле утеплять его... В данном случае утепление не закончено, даже видно по откосам. То есть откосы никто еще не продавал. Ну, до ладахи, да. Соответственно, не заделывались, еще не чеканились, соответственно, отверстия, да, ну и, соответственно, щели и так далее. То есть эта работа будет произведена просто с лесов, так как кровля вот буквально недавно закончилась. Ну, заказчик очень внимательно относится к принятию качества работ, поэтому элементами, возможно, опять же, придется менять, но при необходимости выполнения кровли пришлось пойти на такие издержки, да, мы обязательно все... заменим все элементы, которые требуются к замене. Угу, это хорошо. Керамический кирпич используете, блоковернее. Про что я говорила изначально, мы улучшаем проект на этапе строительства. У нас изначально газобетон был заявлен, мы заменили на керамический кирпич. И по поводу системы утепления фасадов, в принципе, по системам утепления фасадов СВТК используется максимально, значит, продвинутая система, система называется Лоботерм, полностью все составляющие системы, они поставляются для одного производителя, включая сам клинкерный кирпич. Мы сейчас пройдем, покажем, как он выглядит, да, на готовых участках. И, соответственно, это максимальный слой теплоизоляции, это Ватта Року, это один из лучших производителей, да, в России, на российском рынке. То есть это... есть аналоги более простые, скажем так. Вот, и сама система, она дает гарантию 50 лет скульп-службы фасадов, и она там протестирована в Германии очень серьезными специалистами, поэтому в этом плане сомнений у нас нет. Так, дальше куда идем? Плитку смотреть? Да, пойдемте посмотрим теперь. Ну, начинаем с той стороны, там копают сети, да. А здесь что у нас будет? Здесь кран стоял. А, соответственно, все это закройте, зальете. Сегодня выполнять работы по устройству полок. Друзья, это ограждающие конструкции, видно, что они с завода, что это не сам делает застройщик. Обратите внимание на окраску, отсутствие ржавчины. Ну, и я так полагаю, что в дальнейшем вообще ее не будет, потому что это заводское качество. Обратите внимание, в этаже фирмы Алютех, это белорусская фирма, одна из наиболее, опять же, продвинутых компаний производства. Здесь будет структурное остекление, да? Структурное, это что значит? Видимых крышек не будет алюминиевых. То есть стекло... А, то есть как сплошное будет смотреться? Да, на высотных зданиях поменяется, и специальным герметиком доделывается зазор между стеклопакетами. Ну, смотрится красивее и богаче. Так, туда. Чтобы мы не мешали. Я так еще смотрю, вы так для гидроизоляции так хорошо все подготовили. Это утепление, это пока еще праймер, это пеностекло, 6-метровая зона, используется не горючий материал, а это пеностекло. Сейчас мы бетонируем отверстие под кран и будем готовить гидроизоляцию. Можно прямо отлично. Так, я хочу. Бетон, насосы-то. На данный момент еще пока монтаж инфляндки не окончен, но есть участки, которые показательно готовы. Можно посмотреть, как это будет выглядеть. Физикально, да? Не, ну смотрится красиво. Вот, кстати, у меня, подождите, у меня вот первый вопрос. Она в дальнейшем не отвалится от фасады? Смотрите, значит, почему я как раз и говорил о том, что система Лоботерм, это система немецкая, которая предусматривает полный цикл от клея для утеплителя до армирующего условия, до сетки, до дюбелей. Все идет одной системы. То есть нету никакого перемешивания системных продуктов. И эта система, она сертифицирована в Германии, и срок службы на эту систему дается 50 лет. От этой системы у нас присутствует специалист, постоянно над настроительной площадкой. У меня камера, да, у нас присутствует служба? А, я вас снимаю, да. Нет, смотри туда или на вас? Да, как хотите. Значит, непосредственно специалист от этой системы для того, чтобы нести гарантийные условия, приезжает сюда каждую неделю и проводит инструктаж и проверку качества выполняемых работ. То есть это есть специалисты и постоянно эта работа проводится. То есть мы, и мы рады тому, что эта работа ведется, потому что мы сами, в общем, несем гарантию и строим этот дом. Для нас это принципиально очень важно. А какую вы гарантию несете? Мы несем гарантию 10 лет на фасады. И, соответственно, мы несем совместную с производителем гарантию 50 лет на скульптуру этих фасадов. То есть, грубо говоря, если через 8 лет отвалилась плитка, вы пришли и безвозмездно все устранили. Более того, плитка, вот, можете, я просто понимаю, сама плитка стоит здесь. Это не аналоги, это немецкая плитка Робин. Очень-очень хорошего качества. Соответственно, угловые элементы, они идут сразу в готовом виде. Слушайте, вот это круто, да. Это немецкая фирма Робин, это очень серьезно. Мейден Джермен может это снять. Да, да, я вот это вижу. Поэтому здесь, я говорю, здесь система такая, что она максимально предусматривает все возможности, чтобы не было случаев гарантийных и так далее. Круто. Причем такая, сколько здесь? Технология. Чуть больше сантиметров толщину. Чуть больше сантиметров. Да, 12 миллиметров. Что говорите, технология? Ну, технология по прикрепите, она... То есть, люди проходят обучение, постоянно контролируются со стороны непосредственно поставщика системы, поэтому здесь, ну, минимизируются все риски, которые связаны с возможным дальнейшим, там, некачественным выполнением работы. Так, дальше куда? Посадом, если какие-то еще есть, куда вы хотите? Если у вас какие-то вопросы есть, можно что-то какие-нибудь посмотреть? Ну, там, я так понимаю, инженерные системы в подвале смотреть там пока нечего еще не смонтировать. У нас есть последняя захватка пола как раз на входе, поэтому мы можем спуститься, визуально посмотреть, если удастся пройти и пройти, если не удастся. Давайте попробуем, мы все равно росли здесь. Плотность 25 килограмм на метр кубисьон. Изоляция. Ленар Анатольевич, вам не это самое? Да нет, по посадам. Да, спасибо большое. Спасибо большое, да. Так, это мы с вами, друзья, спускаемся в паркинг. Сразу вопросы, кстати, по паркингу. Здесь какие-то будут системы, которые препятствуют образованию наледи, какой-нибудь там очистки от песка, от грязи, особенно в зимний период? Здесь лоток на въезде, что касается пандуса, в виде одной лоток по центру, и будет полимерное покрытие, скользящим покрытием с парцем песка. Все, подогрева, обогрева, как такового не будет. Ну, потому что, получается, я так понимаю, вот здесь был ростов ниже, соответственно, здесь у нас будет тепло. А дальше как раз, а полимерное покрытие все, вот до самого низа, да, будет уйти? Дальше у нас вот сейчас выполнена заливка очередной закладки пола, можем пройти уже на готовые полы. Бетон В-25 с металлической фиброй, нанесен основной темой упрощителем. Слушайте, красиво, да, все ровненько. Да, на финальной стадии. Вот уже готовые полы, в данный момент выполняет нарезку швов. Как в океане или ленте? Да, предусмотрена разуклонка к лоткам, в первую очередь предусмотрена для удаления воды в случае срабатывания системы. Ну, соответственно, если какая-то налить, влага, оттаивать с машины, то... Ну, соответственно, да, сюда будет все уходить и дальше в лотки. Да, дальше течет приемка, в приемка установлены насосы, которые будут удалены. Все, на выход. Вот особо больше смотреть-то нечего. Страннояпоиденте, потому что под Mateo. Давай. Давай. Так. Так. Максимально мы вам все показали, если у вас еще есть пожелание куда-то попасть, здесь мы уже все посмотрели, все что возможно, бетон все понятно с ним, наверно ничего интересного нет. Дом на финальной стадии завершения. Фасад из клинкера очень красиво смотрится, свет красивый подобрали. Будут золотистые песчаными ламелиями обшиты террасы, подсветка на них будет, первые два этажа с фасадами с остеклением, в совокупе это будет очень красиво конечно. Все, пойдемте в офис. Ну я вот это когда кстати вижу, вот сразу у меня напомнился, Юит, когда я был в Элоне, заходишь и просто идеальный порядок настройки. Это строительный городок, штаб строительства и крепость нарисования. В этой части будет амфитеатр как раз. Да, это как у вас на макете нарисовано. Да, да, из террасной доски. Тут получается вид только, я так понимаю, вот у той секции, которая повыше на бизнес-центр. Там есть по стояку несколько квартир, да, вот в той части в углу. Они дешевле по цене? Ну да, они, так скажем, из полу списка, по стоимости там ниже, нежели те квартиры, которые с видового отбор, либо на внешнюю сторону, вот. Цены интересные, плюс в зависимости от формы оплаты можно также обсудить преференции какие-то. Какие, к примеру? А, это все уже зависит от формы оплаты, конечно, мы каждому клиенту индивидуально подходим, стараемся помочь приобрести как можно выгоднее и интереснее квартиру. То есть, вы все-таки, у вас не одноразовые клиенты? Нет, как правило, многие возвращаются, я бы сказала, даже большинство. Причем приобретая квартиру в нашей компании, я вообще как-то знакомилась с компанией, я сначала приобрела квартиру, потом устроилась в компанию работать. То есть, сами живете, вы не строили? Одна из квартир, да, которую я приобретала, но сейчас я ее реализовала в Казани, потому что я переехала в Петербург и буду здесь приобретать тоже квартиру. Вот, первая квартира моя была, которую я приобретала у компании, после того, как я уже ее получила, я устроилась в компанию, собственно, помогать людям приобретать такие же классные проекты. На самом деле, все жители, которые у нас уже живут в наших объектах, в любом регионе присутствия, они очень довольны и не хотят потом менять, будь то проекты, либо даже какие-то другие проекты обслуживания, которыми занимаются другие управляющие компании, потому что у нас все на высочайшем уровне. Вот. Один раз стоит попробовать, потом уже как бы, ну, не оторваться, это так и лезет. Вернулись с застройщиком в офис, и вот сейчас еще раз смотрю на макеты и обратил внимание на следующий. Вот видите, друзья, вот это? Это вот то, что мы как раз видели с вами на террасах, выходит коммуникация, вентиляция, и даже здесь на макете есть это у застройщика. Самое основное, что, например, что мне понравилось, да, я многим пишу в соцсети, меня многие блокируют, либо не отвечают. Вы ответили очень быстро, я сейчас так удивился, ну ладно, пригласили, надо, конечно, идти. Распозвали-то, тем более, на такое мероприятие, можно будет вживую там еще и сам проект посмотреть, еще и кучу все показали, говорят, куда хочешь, мы тебя везде отведем, потому что нормально. То есть открытые ребята, понимаешь, у меня лично, как у потребителя, я же потребитель, в первую очередь, такой же, как и вы, у меня сразу доверие идет компании, потому что я понимаю, что все открыто, меня привели, понимаешь, что, возможно, и другого бы человека так же, вот нам что-то спросил бы, его привели, потому что клиентам же что-то показываете, шоурум уже тут же. Конечно, мы ходим уже на строительную площадку, опять же, кран уже убрали, поэтому там более безопасно сейчас, да, мы показываем шоурум, то есть в каком виде это будет передаваться, показываем квартиры, даже интересующие варианты квартир мы тоже смотрим. Единственное, естественно, мы изначально уточняем устрой заказчика, не проводится ли там, например, заливка пола, ну, чтобы была возможность зайти именно в ту квартиру, которая интересует, да, поэтому клиенты, которые сейчас уже приобретают квартиру, они, конечно же, визуально ее ощущают, смотрят, щупают, ну, и, соответственно, после этого приобретают, ну, как и вы сегодня. Нет, ну, я не приобретаю. Я имею в виду, посмотрели, ощутили, ну, вам же понравился проект, мне кажется, да? Ну, слушайте, мне понравилось, да, мне понравилось то, что, просто я очень много хожу по новостройкам, и очень редко увидишь подход, чтобы был порядок. Были строители все в униформе, с защитными жилетами, спецобуви, чтобы были все в касках, кто работает на фасаде, чтобы у них было защитное крепление, вот эта альпинистка, чтобы, не дай бог, он вниз туда не сорвался. То есть везде там ленты какие-то, предупреждения, там, ваша зеленая зона меня тоже впечатлила, вот как я в Юй тоже, когда пришел, я там впечатлился, что, ну, как можно красиво организовать этот строительный процесс. Мы же привыкли, я вот прихожу, у меня даже специальная обувь в багажнике есть, что, ну, если я ее там убью, то не страшно, уже заходишь, там все в грязище, и какие-то, знаете, такие полубомжи в касках бегают, кто-то без каски работает, если его там не видит, люди работают на высотах очень часто просто без крепления какого-то, нет никакой страховки, я смотрю, думаю, блин, вот, да, ты привык к этой высоте, но не дай бог что-то, это твоя жизнь, и ты просто свою жизнь, вот здесь хотя бы у тебя есть страховка, а так ты ее не застраховал сам себе, я вот, честно, не понимаю людей, и на многих смотришь подрядные организации, по ним реально, вот я их называю бомжами, каждый одет старую одежду, глубоко говоря, знаете, там это, тренинки с оттянутыми древыми коленками, ну, да, смешно, такие, обувь у всех разные смешно, блин, что такое, например, там Юй, там Банава, еще там ряд застройщиков, там мелких или крупных, когда приходишь, там реально вот как у вас, да, там строители все, ну, вот на это смотришь и понимаешь, что подход у застройщика другой, у вас даже, я когда первый раз снимал, у вас вот эта граждающая конструкция, забор, он и то одного цвета и ровный, Некоторые застройщики строят в центре города крутые объекты, там кучу денег, квартиры стоят, смотришь на забор, такое ощущение, что они со всех стройков собрали, кривой косой, вот то, что от него осталось, там более-менее, и вот там поставили, и все на этом Лишь бы было бы, лишь бы было бы, все везде в куче мусора, у вас здесь нигде не валяется утеплитель, нигде от него не валяется упаковка, в Неве там не плавает пенопласт и все, то есть вот этого Неве, отношение застройщика, не только к своему объекту, а что вокруг, то есть строим здесь, портим все остальное, кто это будет убирать-то за вами? Вы же там это намусорили Еще вопрос по цене, я посмотрел, что у вас там где-то однокомнатная квартира стоит чуть более 14 миллионов рублей, у клиента обычный вопрос, почему так дорого? За что? Ну, смотрите, первое, что приобретает будущий житель, это минимальное количество квартир и минимальное количество жителей Здесь, если смотреть на квартирность, всего 140 квартир Далее, что мы получаем, то есть это качество, которое мы с вами сегодня уже увидели, да, то есть мы изначально понимаем, что проект очень дорогой именно по себестоимости, то есть вложено в него очень много, и мы его улучшаем на период для строительства, то есть мы заменили наполнение, да, про что мы говорили Фасадные решения тоже у нас где-то улучшаются Улучшается наполнение дворовой территории, наполнение парадных То есть мы на этапе строительства улучшаем проект И причем это не отображается сейчас на ценообразовании Поэтому клиент за эти деньги приобретает именно то качество, которое мы сегодня с вами увидели И я не скажу, что это дорого, это в принципе среднестатистическая стоимость именно таких проектов Плюс наполнение квартир, то есть до какой степени она оснащенная Опять же минимальные вложения на часовую отделку у людей будут Потому что, как правило, застройщики многие привыкли сдавать в черновой отделке И вложения идут колоссальные на выведение до предчистовой отделки И потом уже на сами чистовые работы Я вам скажу примерно, извиняюсь, что перебиваю, что однокомнатная квартира Это примерно около 2 миллионов рублей без мебели, вообще без техники Это именно вот чтобы закрыть черновую отделку, сделать ее чистовой Это очень дорого Все верно А здесь уже она максимально подготовленная То есть вложения будут только на косметику, ну и на меблировку, естественно Вот, по самому проекту здесь определенно прям шикарная будет дворовая территория Она будет закрыта, обособлена только для жителей нашего проекта Плюс обслуживание сервисной компании То есть здесь и садовники будут, и клинеры будут И если захочется, дополнительные опции То есть на такой маленький дом даже садовник будет? Конечно, потому что у нас дворпарк будет У нас очень озелененный проект, очень красивый То есть деревья вы действительно поставите вот такие высокие, а не мелкотые? Прослые деревья, кустарники будут, да Разнообразие цветов, то есть какие-то отцветают, какие-то набирают цвет В любом случае изменить будет очень красиво Все наполнения, ну вот зона отдыха взрослых, зона отдыха детей Спортивные локации будут из природных материалов Вот, и в цветовом решении, то есть это все будет сочетаться именно с фасадом дома и с наполнением парадных То есть у нас все в единой цветовой гамме, все в единой стилистике будет Про сервисную компанию, что я говорила Дополнительно для себя каждый житель может еще и заказывать, например, клининг, квартиры Опять же, про что говорила Лена То есть ваша сервисная компания, то есть меня надо никого-то искать? Я прямо сейчас управляющая компания звоню, говорю, ребят, хочу клиник там на завтра Андрей, даже звонить не нужно Вы заходите в приложение Унистрой, нажимаете кнопочки и к вам приходит Приложение можно у вас на сайте скачать Приложение мы, как правило, при приемке квартиры, при передаче квартиры Всем собственникам даем листовки, где можно через QR-код установить Ну, либо просто в, там, что у нас, в Google, например Google и там Apple, там, как он называется, не помню Да, то есть просто набить Унистрой и выйдет приложение Поэтому устанавливаем и пользуемся Мы в прошлом году заняли первое место как лучшая управляющая компания России То, что вы показывали на макете, я повторюсь, будет в любом случае превосходить ожидания Поэтому сможете еще какой-то один обзор снять Круто, договорились Все, супер Спасибо Спасибо вам Я, знаете, когда пришел, думал, что мы сейчас придем, как раз вот там Покажут то, что они там устранили, либо не устранили, и на этом все Но показали реально все, и что мне понравилось, говорили Андрей, командуйте, куда идем и что вам еще показать Вот это, друзья, стоит дорогого Друзья, рады было вас всех видеть Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк Подпишитесь на канал А я с вами, как обычно, не прощаюсь А говорю, до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok